Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, можно вопрос задать? Вы сказали, что женщина должна поддерживать хорошие отношения хотя бы с одним мужчиной, глубокие отношения только с одним мужчиной. Должна ли незамужняя девушка поддерживать отношения с мужчиной, который, ну, бывший ее мужчина, который не хочет как бы на ней жениться, но они общаются? Нет, такого не бывает. Если вы общаетесь с бывшим мужем, то значит, что муж и жена. Просто я вам объясню, смотрите, семья иногда живет вместе, вместе иногда ее растаскивают. Вот смотрите, если семьи, и где-то говорится, муж и жена могут жить вместе, если судьба тяжелая, они должны, говорится, жить раздельно, но они муж и жена. Они ни с кем не встречаются при этом, они просто ждут, когда опять стянет. А это долго ждать не надо, пару лет и все, и опять вместе. Просто у меня родители говорят, что я должна прекратить с ним общаться, иначе я никого не смогу встретить. Это факт. Вы должны прекратить общаться, иначе вы никого не сможете встретить. Но если вы прекратите общаться, вы бросите его, и вы тем более тогда не сможете встретить, пока вы за это не раскаетесь. Зачем тогда идти таким путем? А он не муж, он этот бывший мужчина, который просто... У него есть жена уже такая? Нет. Слушайте меня внимательно, что надо делать. Надо в молитве пытаться приблизиться к нему. Сейчас, смотрите, вы в нужде находитесь оба. В нужде друг по другу. Но так как вы очень жесткий человек, а он очень ранимый, это по отношению его к вам, я сказал. Поэтому ему тяжело с вами рядом. Теперь, так как он, ну как бы, такой, как размазня, неответственный человек достаточно, вам тяжело рядом с ним. Видите, я сейчас показал причину, почему вы не рядом, тяжелая карма. Теперь смотрите, что надо делать. Нужно в молитве почувствовать его сердце. И вы почувствуете, что он не размазня, а добрый человек. И для того, чтобы он был ответственным перед вами, он должен чувствовать вашу верность. Вы это узнаете в результате молитвы. И когда вы начнете верность себя вести к нему, он будет обезоружен, он не сможет быть без вас. Он и сейчас хочет отношения, так же, как и вы. Это означает, что вы не расстались. Бог не разлучил вас. Он еще рассчитывает на то, что кто-то из вас сможет сдать этот экзамен. Надо идти правильным путем. Не плавла, внешние вещи не решают вопросов. Между вами камень. Не ниточка духовная, а камень между вами лежит. А если у него есть другая женщина, с которой он раз в год ездит, то из-за этого мы их не знаем? Ну, другая женщина, с которой он раз в год ездит. У вас тоже есть другой мужчина, на которого вы постоянно посматриваете. И черный. Ну, только посматриваю. Это достаточно, чтобы ему ездить раз в год. Хотя бы один человек должен начать сдавать экзамен. Это означает, что этот один человек станет любимым. Вот смотрите, в отношениях всегда есть объект любви, есть тот, кто дает любовь. Кто является объектом любви? Тот, кто сдает экзамен. Влюбленность одинаково на всех действиях. Это одно и то же. Но потом она заканчивается влюбленность. И дальше кто-то должен первым сдать экзамен, чтобы семья сохранилась. Кто-то первым сдает экзамен. Вот, допустим, если она сдаст экзамен, то он увидит. Я хочу стать женщиной жить. Такая корова нужна самому. И выдаешь экзамен, то станет рука. Он так почувствует. И он станет ее любить в этот момент. Это уже будет невлюбленность. Это будет духовное чувство уже. Потому что она духовный экзамен сдала своей судьбой. Вот. А она его пока любить еще не будет в это время. Она будет объектом любви. И она будет любить его поведение. Ну, то есть она что делает? Она выполняет свой долг, но влюбляется он уже. А потом, когда он действительно останется вот так вот, сам пожертвованным, то она дальше его уже полюбит. Это уже дальше будет нарастать вот так вот. Но кто-то первый должен сдать экзамен. Проблема в том, что мы настолько эгоистичны, что мы хотим, чтобы он первый сдал экзамен, а не я. Это означает эгоизм. И он сидит у нас у всех в сердце. Женщинам кажется, что мужчине легче сдать экзамен, чем ей. Мужчинам кажется, что женщине легче сдать экзамен. Поэтому мы перекладываем эту ответственность друг на друга всегда. Но по факту экзамен должен давать тот, кто пришел на лекцию. Потому что если Бог дал знание, то надо действовать, значит, уже все. А? Вы первая смотрится? Продолжайте слушать. Давайте будем идти дальше дальше. Я очень рад по вам, на самом деле, что вы пришли. Давно ваши глаза покрыли. Жда у вас души. Вы очень образованный человек. Ну, может быть, вы себя таким не считаете, но у вас есть одно преимущество. У вас хорошая родословная. То есть ваши родственники были образованными. И вы образованность получили в кровь. С кровью. С рождения. Я от вас... Я как бы не могу этим похвастаться. Поэтому вы чувствуете, что он у себя короче здесь. Но вы не обращайте на меня внимания. Вы все равно не ко мне же вы к Богу пришли сейчас. Просто посидите, послушайте. Хорошо? Это вот Конкурсия сказала. Да. Кто положит свою жизнь в свете разумения, излужит своему разумению. Для того не может быть отчаянных положений в жизни. Тот не знает мучений совести, не боится одиночества, не ищет шумного общества. Такой человек имеет уже высшую цель жизни, не бежит от людей, не гоняется за ними. Его не смущает помыслы о том, надолго ли дух его заключённой плотской оболочке. Поступки такого человека будут всегда одинаково совершенны, даже рядом с близкой кончиной. Для него одна забота — жить разумно в мирном общении с людьми. Смотрите, был такой бедный случай, когда один царь, святой царь, у него было ещё четверо братьев, и они подверглись минимумной гибели. И тот человек, который их должен был уничтожить, он сказал, «Если ты ответишь на сто вопросов правильных, то тогда я их оставлю в живых». И эти ответы и вопросы известны, то есть это в Священном Писании подписано. И один вопрос ему был такой, «Какая самая главная религия существует в этом мире?» «Какая самая главная религия?» Знаете, какой был ответ? Попробуем примерно. Самая главная религия — это добросердечие. Если у тебя нет доброго сердца, а ты думаешь, что у тебя главная религия, то ты очень сильно заблуждаешься. Потому что когда у человека доброе сердце к людям, это значит, что он близко к Богу стоит. Если к ней доброе сердце, пусть это твои верные, и твои верные не имеет значения, значит, твое сердце далеко от Бога. Для него одна забота — жить разумно, мирно, и полно общение с людьми. Смотрите, интересно знать про такого человека, что когда человек ниточку эту духовную завязывает с людьми и с остальными, и с Богом, у него не может быть отчаянных положений жизни, потому что он знает, что это всего лишь объем работы. И он также знает, что если он в этой жизни этот объем работы не сделает, он доделает следующий. Не бывает такого объема работы, которым бы душа в этом мире не справилась, потому что все, что нам дает Бог, это всего лишь для того, чтобы мы это знали как экзамен. Здесь нет ничего несправедливого вообще. Здесь есть только экзамены, по которым, как по ступенькам, человек идет вверх. Поэтому у него нет отчаянных положений такого человека. Вы говорите, но это невозможно. Возможно. Надо просто принять, что такие люди бывают. Изучать, что такие люди бывают. Дальше. У него нет мучений совести, потому что он для совести и живет. Он только живет для совести, не для того, чтобы докупить на работу, сходить, денежку. Он только для совести. Он только о ней думает, для нее живет. Поэтому она его не мучает. Она ему благодарна. Совести — это представительство Бога в сердце. Это не наше. Мы говорим, моя совесть. Это не моя совесть. Совесть не принадлежит мне. Это я ей принадлежу. Она меня мучает, и я ее мучаю. Итак, не боится одиночества, потому что он никогда не одинок. Он очень тесно связан с любви в сердце. Нет одиночества. Постоянно близости. Не ищет шумного общества, потому что в нем нет вот этого сердечного отношения не с кем, в шумном обществе. Веселиться, гуляем. Нет отношений. Нет жизни. Понимаете? Отношения вот в таких беседах, как у нас сейчас есть не с кем. Ну, в храмах, естественно, в сетюдных местах и так далее. Конечно же, гораздо больше.